Давайте поговорим о том, что сегодня субботнее утро, прекрасный выходной, долгожданный, которого мы ждали. Но тем не менее, погода нам все испортила, мы не можем отправиться на пляж. Так давайте все приезжать на остров Таташу, потому что он же живет в столь ранний час полной жизнью. Вот здесь очень много бегунов, их десятки, но мы их сами не увидим, потому что они на несколько километров от нас далеко бежали. Здесь приходят люди тренироваться, хочется сказать, что можно зайти в центр тестирования ГТО и взять вот такой замечательный снаряд. Оператор, попрошу показать, да, можно взять гирю и позаниматься, но, к сожалению, у меня не хватает сил, мало тренируюсь. И позаниматься на тренажерах. Пойдем, мы все видели этот комплекс, но порой мы смотрим на него просто круглыми глазами и не знаем, как же тут все работает. А как все работает, мне расскажет замечательный человек, наш друг Виктор Росинин. Виктор, давайте без лишних разговоров, что называется, смотреть. Покажите нам, пожалуйста, какие группы мышц тут можно проработать. Ну, вот на этом тренажере работает пресс, тренирует мышцы пресса. Как тут все устроено? Таким образом. Нужно. Пойдемте дальше смотреть. Мне кажется, что вон тот тренажер, это некая импровизированная беговая дорожка. Я называю это беговой дорожкой, но Виктор почему-то говорит, что это нет. Тренажер можно использовать для работы ног. О, у меня плохо получается. То есть, какие мышцы работают? Мышцы ног, икроножные мышцы работают. Я на этом тренажере сам не занимаюсь, но рекомендую пробовать учиться. Ну, по сути, ведь беговая дорожка, ну и не знаю, не ошибусь, это жим. Да, на этом, на скамейке делают жим лежа, работают грудные мышцы, и мышцы плечевого пояса. Плечевой пояс работает. Виктор, а в этом тренажере есть какие-то правила пользования? Вот что важно? Ну, здесь важно выполнять движение правильно, чтобы от груди с полной амплитудой. Тяжело вам? Да нет, здесь вес маленький. А девчонки смогут, как думаете, заниматься? Смогут. Смогут и девочки, и мальчики, и дети. Так, пойдемте дальше. Фиксированное движение. Трамп. Тоже верхний пояс, да? Да, это работает. Плечевой. Как это работает? Давайте смотреть. Это работает плечевой пояс, дельтовидные мышцы плеча. Тоже, я подозреваю, несложно это делать. Это очень несложно. Даже удовольствие какое-то получается. Сам себя качаешь и качаешь. Отлично, отлично. Давайте смотреть. Вот очень странный тренажер. Мне показалось, что это просто лавочка. А это вы говорите тренажер, да? Вот кто бы догадался. Расскажите, как это работает. Для чего? Для мышц пресса. Это тоже тренажер чисто для пенсионеров. А почему для пенсионеров? Что не так? Ну, потому что нагрузка маленькая на этом тренажере. Не серьезная, да? Не сильная нагрузка. Не очень эффективная. Но занять себя можно всегда. Виктор, а Вы мне рассказывали, что на этой тренажерной, скажем, на этой спортплощадке можно вестибулярный аппарат тренировать. Скажите, как? Поработать вот на этом тренажере. Боковые мышцы пресса и плюс вестибулярный аппарат работать. Так, вот мы прорабатываем вестибулярный аппарат и боковые мышцы пресса. Да, у нас хорошо, я не буду дальше. Ага. Смотрите, получается, это полноценная тренировка. На острове Татышев может пройти полноценная тренировка, правда? Все проработаем. Вполне плюс есть еще дополнительные площадки. Там можно работать и на верхнюю поверхность плеча, и груди, и все мышцы без... Без исключения. Смотрите, тренировка полноценная, веселая, с хорошим настроением. Вот от этой беговой дорожки, я не знаю, от этого тренажера вы точно получите. Поэтому ни в коем случае не сидите дома, досматривайте программу «Утро» на Енисеи, и после нее сразу на Татышев. Ну, а я передаю слово студии, и увидимся на следующей интереснейшей площадке. Продолжение следует...